Мы ждем большого строительства. Нужна ли нам атомная станция? Надо бегом начинать строить. Трепятся они, и все. Смущает нашу коррупцию. Насколько атомная электростанция безопасна? Это полхаш все переживает. Мы уже раз кому и потеряли станцию страны для того, чтобы ее взорвать. Мы должны просто хлопать в ладоши и радоваться. Привет, это Айран. В правительстве определились с местом строительства атомной станции. Ее будут возводить на берегу Балхаша в поселке Улькен. Вопрос почти решенный. Только будут ли спрашивать самих казахстанцев, нужна ли нам атомная станция? Выясняется, что нет. Это при том, что очень многие в стране категорически против. Правда ли, что ядерные реакторы могут навредить уникальному водоему? Почему сами жители поселка Улькен ждут появления АЭС? Сейчас мы все расскажем, а вы пока подпишитесь на Айран. Здесь мы обсуждаем важное. Нужна ли Казахстану АЭС и где ее строить? Чиновники обещали общенациональный референдум. Но все ограничится общественными слушаниями. Уже на следующей неделе их проведут в поселке Улькен, где проживает всего полторы тысячи человек. Другой вопрос. Кто будет строить станцию? Среди претендентов четыре страны, которые предложили нам свои технологии. Это Китай, Корея, Франция и Россия. Кого же выберут в партнеры? Насколько атомная электростанция безопасна сегодня? Почему многие казахстанцы боятся ядерного реактора и просят покрыть дефицит электричества возобновляемыми источниками энергии? Смогут ли зеленые технологии дать стране достаточно света и тепла? И зачем самим улькенцам нужна атомная электростанция? Обо всем об этом расскажут жители поселка, где планируется строительство АЭС, а также эксперты. Здесь был пустырь, здесь ничего не было. Был полуостров улькен. Поэтому этот улькен и остался с этим названием полуострова. Улькен это обозначает большой. И мы ждем большого строительства атомной АЭС. Мы ждали. Мы знали, что выберут или наш поселок, или Курчатов. Но мы почему-то надеялись, что наш поселок выберут. Потому что у нас все уже готово. Мы все жители ждем. Любого жителя спросите, любой житель скажет да. Честно сказать, трепятся они и все. Не будет его здесь. А потому что они не могут определиться, что им вообще надо. Я уже здесь похоронил бабушку, дедушку, маму. Вот оно все строится, это АЭС. И то, что они говорят, это, как вам сказать, вот есть передача «Пусть говорят» и пускай говорят. Нам не нужна атомная станция. Почему? Потому что мы будем платить за атомную энергию в 4 раза дороже, чем за ту, которую можно получить с возобновляемой энергетики. Значит, смотрите, возобновляемая энергетика строится быстро. За год-два. Стоит в 4 раза дешевле. Мы могли спокойно построить солнечные и ветряные станции и получать бы 15 тенге за киловатт-час. Но вместе с этим мы будем получать по 60 тенге за киловатт-час. И вот эта переплата, она будет составлять 675 миллиардов тенге в год. Просто за счет того, что построена атомная станция. Прежде чем браться за самую сложную энергетику в мире, Казахстану хорошо бы научиться правильно торговать углем, чтобы не было зимой очередей сотни машин, правильно торговать и производить солярку, с которой у нас каждый год катастрофа во время уборочной, с газом для автомобилей, с бензином. Ну, то есть у нас есть простые, понятные наши энергетические проблемы. Давайте их сначала порешаем. Атомную станцию, конечно, надо бегом начинать строить. Вот просто бегом. Но это, даже если бегом, еще 12-13, а то и все 15 лет. И надо решать вопросы, как в эти 15 лет мы каждый год должны вводить какие-то мощности, чтобы, просто извиняюсь, поддерживать штаны. Значит, смотрите, переплата 1,5 миллиарда долларов в год, ну, то есть эти 675 миллиардов в тенге, да, она берется из наших кошельков. Значит, если поделить даже на 19 миллионов, то есть поголовно на всех, там, включая младенцев и глубоких стариков, да, это будет порядка 35 тысяч тенге с человека в год переплаты. Мы эти деньги все заплатим. Каждый из нас заплатит за атомную станцию. Каждый из нас. Причем это будет заплачено не только в счетах за электроэнергию напрямую, но и в счетах в кофейнях, в счетах в автобусах, ну, в троллейбусах, скажем, в автобусах нет, но в троллейбусах, везде, где электроэнергия используется для производства, все цены вырастут. Вот плата за атомную станцию. Развитие атомной энергетики, оно как раз подтолкнет вот эту сферу высокотехнологичных производств. Ну, как такие вот средние оценки есть. Одно рабочее место в атомной энергетике создает около 10 рабочих мест в смежных областях. Смежные области, они уже высокотехнологичные. Я не думаю, что все будут работать на АЭСе. Все равно так же, люди как рыбачили, так и будут рыбачить. Ну, а сколько там обслуживающего пицца? Человек 100-200. А вы бы кем пошли туда работать? Ну, я бы. Да, кем возьмут? Хоть охранником, да. Руководящие должности, ключевые позиции, это будут специалисты от поставщика. Поэтому то, что вот некоторые жители Улькена, они надеются, что работу могут найти, здесь нужно отметить, что нельзя питать надежду, да, то есть нельзя вот слишком надеяться на это, потому что это же специфичная работа, да. То есть здесь нужны знания по энергетике, здесь должны быть знания по физике, по механике. Поэтому здесь мы не можем сказать, что весь поселок Улькен будет обеспечен работой. Единственное смущает – наша коррупция. Как было сначала, мне кажется, заложено, что каждый сам себе тащит. Вот это очень тяжело, мне кажется, искоренить. Да, мы хотим стройки, но мы боимся, потому что растащат деньги, а построить нормально не построят. Надо понимать, когда вы говорите с атомщиками, вы говорите с рекламщиками, вы говорите с пропагандистами. Да, они могут иметь форму ученого, они могут иметь какие-то звания, погоны или там академические звания, но эти ребята борются, грызутся просто за то, чтобы их отрасль не умерла, чтобы атомная энергетика закончила свою жизнь не в 2050 году, а там в 2080, да, ну, дольше-то она не продержится. И ни один разумный человек к рекламе же не будет верить. Реклама – это, ну, утверждение, выгодное производителю того или иного товара. Вот за Балхаш все переживают, кто тут жил, давно живет. Потому что она рушится все равно все, что-то будет не то уже. Вот мы за озеро и переживаем, все же будут скидываться именно. И браться с озера и скидываться, то там будет заграждение отдельно, говорит, охладитель. Туда будут скидывать все. А там как получится. Радиации не боитесь? Боимся. Но мы думаем, что сейчас на какой-то уровень выше, чем было в 1986 год, когда была Чернобыльская АЭС. Если случится авария, в первую очередь, конечно же, пострадает поселок Кулькин, да, то есть здоровье людей, это онкологические заболевания, это преждевременная смерть, летальные исходы могут быть в зависимости от уровня радиации. Это означает, что озеро Балхаш может стать непригодным. Боимся мы или не боимся, понимаете? Это все можно предотвратить. Я имею в виду человеческий фактор, можно предотвратить. Тот же техногенный фактор. Сейчас очень много новых технологий. Ну, там, допустим, взорвется, не взорвется. Но как один товарищ сказал, мы же станцию устроены не для того, чтобы ее взорвать. Сейчас вот у современных станций вероятность тяжелой аварии где-то 10 минут с 7. 10 миллионов лет одна авария может случиться тяжелая. Вот. И, ну, вероятность там, скажем, разбиться в автомобиле, это на нескольких порядков выше. Если взорвется атомная станция, никто там ездить не будет. Там будет высокая радиация, и мы не сможем попасть в Астану на автомобиле, на поезде. И все перемещение товаров и людей прекратится. Угольная станция там была понятна, а атомная станция там непонятна. Озеро Балхаш у нас одно такое. Мы уже Аральское море потеряли. Если мы еще потеряем озеро Балхаш, то мы, конечно, будем выдающимися людьми. Премия Дарвина у нас в кармане. Рассчитывается на то, что на этот реактор сверху упадет тяжелый груженный Боинг. И реактор не будет разрушен, и радиация не выйдет на поверхность. Ну, может быть, если астероид начнет падать на Землю, тогда, может быть, что-то и с атомной станцией случится. Балхаш – закрытый водоем, бесточный. Из Балхаша ничего никуда не вытекает. Вода только испаряется из него. Поэтому, если в случае аварии Балхаш будет загрязнен, он будет загрязнен весь, радиоактивность по нему целиком распространится и будет воздействовать на весь прибалхашский регион. Она никуда не уйдет, как вот на Украине, в России, в Белоруссии реки вымывают постепенно это загрязнение. В Балхаше оно никуда не вымоется, оно останется в Балхаше. И с учетом того, что часть Балхаша соленая, то есть там испарение выше, чем поступление воды, эта радиоактивность там останется еще и в концентрированном виде, потому что вода все время будет испаряться. Сток реки Иле, оно сокращается, потому что берет свое начало в Китае, в Китае ведет свои проекты, они соглашение с Казахстаном по воде, например, не подписывали. Соответственно, используют воду по своему усмотрению. Если, допустим, сток Иле еще будет сокращаться, и у нас будет такой крупный объект стоять, мощностью 2400 мегаватт, который используют для охлаждения воду, здесь может возникать риск истощения водных ресурсов. Для того, чтобы рассчитать проект, мы должны знать, сколько воды будет, какое там вообще, ну, потребление воды известно на станции, а вот как там будет развиваться ситуация с водой. То есть этим занимается комитет водного хозяйства, есть несколько институтов, которые там тоже сказали, что они этим занимаются. От этого зависит, какую станцию мы будем ставить, какую систему охлаждения. Мирный атом и ядерный взрыв – это две разные вещи, как Луна и Земля. Поэтому она сегодня очень безопасна. И в плане эксплуатации, и в плане даже каких-то аварийных ситуаций. Сегодня можно констатировать, что эта технология очень и очень безопасна. Два взрыва и одна тяжелая авария – это периодичность раз в 20 лет что-то происходит. Если мы через 20 лет на озере Балхаш получим зону 30-ти километровую, зараженную территорию, и погибший персонал – это очень дорогая плата за атомную энергию. В Чернобыле повторения, конечно, не будет. Это уже как бы пройденный этап. Во-первых, это реактор другого типа. То есть в Чернобыле был канальный реактор, таких у нас не строят. У нас проверенные конструкции, реакторы под давлением, корпусные, которые уже сто лет эксплуатируются, и, в принципе, по ним более-менее все известно, что там может произойти. Какой бы стране доверили вообще построить Айпан? России. Потому что Франция, Франция, она сама не пришла к этому, ей Россия помогала. Турции тоже Россия помогала. Кореи тоже, они начинали, тоже Россия помогала. Везде в ЮАРы, везде тоже, везде россияне уже строили. Я бы доверила России из этих вот, которые вы перечислили. Это единственная страна, которая безошибочно строит атомные лодки, корабли и тому подобное. Сейчас, после начала российско-украинской войны, я очень мрачно смотрю на перспективы внедрения сюда российской энергетики. Потому что Россия при всех ее плюсах и минусах явно использует энергетику как средство воздействия на соседей. Перекроем газ, вот закроем трубу. То же самое будет и с обеспечением станции, потому что мы сами не умеем производить ядерное топливо. У нас полного цикла нет. Мы выполняем несколько важных операций. Мы будем полностью зависеть от поставщика топлива, от поставщика персонала. Потому что со своим персоналом мы не можем запустить такую станцию. Его нет. Даже если мы сейчас начнем его учить, он появится через несколько лет. Вы думаете, что строительство АЭС доверят Росатому? Я просто других вариантов не вижу. Потому что сдуру можно, конечно, придумать и другие варианты. Вот. Они заведомо будут хуже. Выгода Казахстана в том, что это и казахстанская электростанция, и она тоже тянет за собой серьезный шлейф индустриального развития в Казахстане. То есть это наша совместная выгода. И давайте мы эту совместную выгоду пополам и делить. Вот, братья русские, пожалуйста, дайте нам больше технологий. Вложитесь в нас больше, чем даже в свои собственные производства. Нам надо просто выправлять свои перекосы, и АЭС тоже в этом может помочь. В Росатома есть дополнительные риски. Это низкое качество строительства. Об этом очень хорошо доказал белорусский проект. Там смогли уронить, при попытке установить, уронить корпус реактора. Его потом заменяли с большим скандалом. У нас на Ленинградской атомной станции, когда вот строили реакторы замещения, уронили не корпус реактора, а внутрикорпустные устройства, которые там внутри обеспечивают работу реактора. Тоже разбили многомиллиардную металлическую такую тоже многотонную схему. А у Росатома есть подозрение, что фальсифицируются документы, фальсифицируются результаты, например, сварочных работ. Мне кажется, в силу нашего азиатского что-ли менталитета, наверное, корейцы все-таки в этом плане ближе. Ну, как бы технологии, отработанные у корейцев, они, ну, как бы, давно-давно уже тоже работают. Они в Арабских Эмиратах строили. Да, да, да. There's a few big countries who make these technologies, right? There's Japan, mainly with Hitachi and Toshiba, and then there's Russia, and then France, and then the United States. I don't know if you could characterize one as the best. I suppose France has probably had the least number of problems. They've certainly had no major accidents, whereas Russia, and Japan, and America obviously have, who had a female island in America. But I don't know if any of them are necessarily, you know, measurably better than each other. They're all kind of around the same. В принципе, Европа вся стоит на АЭС. Там же не боятся. Значит, там работают специалисты. Я только за. Хотя и со страхом, но. Ну, наверное, же не допустят просто так вот со стороны людей на эту станцию. Наверное, же ума хватит набрать специалистов. Чтобы не провоцировать у людей ненужные страхи, вот эту радиофобию, надо детально рассказать, на каком этапе мы находимся, что будет дальше. Тогда люди не будут настроены враждебно. А сейчас люди ничего не знают, и, естественно, никому это не нравится. Вот вы когда последний раз видели или слышали министра энергетики? И какого министра? Их за последние несколько лет сменилось несколько человек. Вот чтобы хоть один из них вышел и начал рассказывать о проблемах атомной энергетики, о вызовах, рисках, возможностях. Вы хоть раз видели? Или кого-то из Минэнерго, чтобы вот так вот он вышел и начал бы с людьми разговаривать? Нужно референдум провести. И вот в ходе референдума мы уже узнаем, у кого какое мнение, какие опасения, какие страхи, риски. Турция, когда строили АЭС, сообщество экологов, активистов, они составили список требований, который состоит из пяти тысяч. Понимаем, что и дефицит электроэнергии. АЭС один из таких базовых видов генерации. Но мы не должны просто хлопать в ладоши и радоваться, и не следить за тем, что они и как собираются делать. То есть здесь очень такой жесткий общественный контроль должен быть. Это был Айран. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Давайте обсуждать важное вместе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»